Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт, в хардкорном режиме. И, собственно, давненько я не записывал Майнкрафт, это было вызвано тем, что очень много событий, прям, много усвалилось. Открыли сервер, и вообще что-то так занят был, вообще ролики не снимал. Это чё за... О! Это ж ты, откуда взялся, твою мать? Я родился. Здорово! Это ж, твою мать, это же хардкорный Майнкрафт, какого фига ты тут делаешь? Да я сам не знаю, блин, как-то выпал оттуда. Я сидел, играл в Дунген Си-Эйч, и просто зашел в шахту, и тут бах, смотри, я здесь. Нифига себе. Ну, мистика прям, слушай. Так это же замечательно, теперь я буду не один, и это просто великолепно. Ну, я предлагаю закрытие дыркой, а то... Да, это первое, что нужно сделать, и... Блин, классно, слушай. То, что теперь мы будем вдвоём, это же вообще такой позитив. Ну да, в принципе, вдвоём интереснее всегда. В общем, в принципе, поясняю. Я не сильно силён в Майнкрафте, а Маунспик очень силён в Майнкрафте, поэтому он умудрился сделать так, что мы играем в хардкорном режиме сейчас в две каски. Всё, я сделал. Да, вот. И это очень даже, думаю, прикольно, потому что гораздо интереснее смотреть всё-таки прохождение, когда несколько человек, а именно к оперативчикам. Вот. Хи-хи-хи-хи. Ну, ладно, так, раз ты теперь будешь со мной, то, значит, тебя нужно будет тоже оберегать. Тебе нужно, кстати, заспехи сделать. Вот у меня, значит, смотри, тут ферма. Ага, ну, вообще, я видел твои видео, как бы, смотрел иногда и знаю, где ты сейчас. Там у меня толкан. Бумаги нет, кончилось. Так, сейчас, короче, тебе сделаю доспехи, погоди. Я кирку возьму тогда железную? Да, бери, конечно. Мой дом, твой дом. Хорошо. И что я хотел сразу предложить, это надо как-то, как знаешь, в общине было, у саков, у гунов, что разделение труда шло уже, по-моему, с мезолитой это пошло, я не помню, по истории начали. Да-да-да. Надо разделить труд. Разделяй властвуй. Да, согласен. Поэтому нужно... Пока что, в принципе, я особо ни в чем таком не нуждался, я тебе скажу. Так, подожди. Я сделал тебе шлем... А, штаны еще нужны, точно. Как хорошо, позитивно складываются события, так вот тебе... Давай. Просто, я так посмотрел, летсплей потихоньку продвигается к логическому концу, как бы. Но, чтобы этот логический конец прошел без косяков, нужно добыть много алмазов. Я так подсчитал, это что-то около полтора стака нам надо алмазов, потому что сделать броню всю алмазную нужно, и инструменты, чтобы попасть в эндер мир и, естественно, надавать по красивым щам этому дракону. Это просто будет очень трудно в хардкор режиме, потому что у нас всего как минимум две попытки. Если ты умрешь, то я еще смогу как-то дальше играть. А если мы оба умрем, то все, это уже конец. Отлично. Понятно. Но я тебе скажу, это еще, я думаю, не скоро будет все-таки. Нам нужно будет сейчас просто действительно задаться целью добыть очень много важных вещей, чтобы не помереть, как говорится. Знаете, ты у меня будешь как Вики Майнкавт, я не знаю, как это было. Я просто, знаешь, у меня вот сейчас 32 уровень, то есть это опыты, и его вроде как можно юзать. И в каком именно... А ты куда делся? Я хотел, кровать ставил. Смотри, можно его заюзать в том направлении, что вот сейчас по-быстрому найти несколько алмазов, всковырнуть обсидиан и сделать хотя бы какой-то зачаровательный стол. И нам нужно, знаешь, тростник. Очень много тростника, чтобы поставить книг, ну, зачаровывать хотя бы на 30 левелов, потому что на 50 это слишком многое, да и не нужно. На 50 это, прикинь, ты вот сколько 30 уже себе набиваешь, а сколько ты будешь 50 левелов набивать? Лучше набрать трижды по 30, чем дважды по 50. Вот так. Понятно. Так, ну, я, в принципе, пока своими глазами не увижу, я особо не догоню, о чем ты говоришь. Ну да, в принципе, интуитивно я понял. Так, ну ладно, твой генерал, давай, генералиссимус. Ну, вообще-то генерал здесь ты, это твой мир. Просто можно сделать наставление такое, нам нужен тростник, по крайней мере, сейчас. Ты мой советчик будешь. Так, тростник, да? Хорошо, добываем сегодня тростник. Так, у меня есть лопата, а еще у меня есть снежок. Снежок в пустыне, это действительно очень хорошо, это как-то наводит на позитивные мысли о уходящей зиме, по крайней мере, у меня в городе. У меня вчера просто было плюс 5. У меня все таяло. Сегодня с утра я ехал в техникум, у меня было плюс 1 просто. Вот согласен, весна настала неожиданно. Вон тростник, видишь, можешь собирать. У меня вообще такой забавный случай произошел. Я накануне 1 марта, где-то числа 28, да, вышел на улицу, у меня там снег, сугроб, короче, зима, нормально все было, то есть еще холодно, градусов так 15, то есть. И снег, все, зашибись. На следующий день, там, 1 марта, выхожу на улицу, тот же снег лежит, то есть вообще ничего не подтаяло, а какашки, блин, сверху уже лежат, блин. Вот вопрос, как? Не знаю, это действует на животных марта, и все. Все объяснение. Я просто, единственное объяснение тому, это, наверное, какой-то своеобразный Санта-Клаус, который ночью летит и... Какашки раздает всем. Раскидывает просто, усеивает землю. Вот так вот я вижу весну, ребят. Так, я тут... А, нет, тут не потерял. Смотри, теперь, что нам требуется? Надо взять в руки по лопате и расширить наше владение, потому что сейчас просто поставить куда-нибудь хотя бы вот 10 тростника, это будет проблематично. И нам нужен песок, потому что на песке он куда быстрее растет, ты где? Так, вот смотри, тут есть вода, а у меня есть лопата. Я тебе дам лопату, одну вот, выкинул, прям тебе под ноги. А, все, я тебя увидел. Почему-то тебя не видел, вот он сейчас. Ты видишь на сзади. А я пошел, пожалуй, песок, да, добывать? Да, нам надо сейчас вот это убрать, все, возле твоего дома. Надеюсь, ты не против? Да я не против, конечно, лишь бы это все на благое дело пошло. Ну, естественно, просто так копать никогда не буду. Так, все, поехали. Тебе сколько именно нужно песка? Стака хватит? Да это же много этого будет. Давай 30 песка, и этого достаточно. Окей. Блин, как я не привык к ванильному Майнкрафту, то есть ванила считается от ухода, который мы сейчас играем, без всяких модов, и, знаешь, пойдем поспим, потому что надо научиться пропускать ночь. А, это да. Особенно в хардкор режиме надо привыкать пропускать ночь. Я вроде как стараюсь ночью не выходить на улицу, но вот прошла часть была агрессивно, скажем так, экстремально выходить на улицу, я побежал траву собирать. Зачем? Не помню. Ну, наверное, чтобы пшеницу посадить. Ой, как это мило, слушай, для кровати. Да. Вдвоем тепле. Ты смотрел фильм «Третий лишний»? Да, да, да. Вот, и там, когда медведь, знаешь, прибегает такой громко. Как же это, блин, бланк? песенка. Нам не страшен страшный гром, если... Да, да, шалон по-моему. Нет, если что-то брат с тобой, что-то такое. Я забыл ее, я реально забыл. Я помню, я помню этот мотивчик. Угу. Забавка тоже. Вот, вот это мне напомнило очень сильно. Вот сейчас. О, блин, да тут глина. Я помню, ходил искал глину, а она прямо под носом у меня была. Обалдеть. А знаешь, так всегда, вот что-то ищешь, вот прямо даже в жизни. Вот, потерял телефон, да, например, и ищешь буквально таки долго-долго, а потом, оказывается, он совсем рядом был. Вот ты, кстати, заговорил про телефон, я одну историю забавную вспомнил в своей жизни. Как-то с одноклассницей поехали мы, ну, это было давно, наверное, год 2007-й или 2006-й, или... С ее семьей поехали прямо на Байкал туфить. И, в общем, тогда вот мобильник появился у отца, ее, такой, Sony Ericsson, там, музыка играла, прям, ну, любили музыку слушать, все. Ну, и нам дали лодку, типа, вот, берите лодку, идите плавайте, там, вдоль берега Байкала, там, берег еще такой каменистый был, как прилив там был, и это, вода прям билась об камни эти. Вот, и я пока за тобой понаблюдаю. Хорошо. Ну, и, в общем, он говорит, вот садитесь на лодку, она говорит, можно я возьму мобильник, типа, послушать, он говорит, да, конечно, только, говорит, не дай бог, какая царапина на нем будет, я тебя, типа, прикончу, любя это все так, хи-хи-хи. Вот, ну, и ситуация, значит, мы сидим на лодке, и что-то раз, неловкое движение, она этот мобильник в воду роняет. Ого, это нормально. Там вообще, там такая истерика, там глубины, наверное, 4 метра, и что ты хочешь, я просто взял, да нырнул, ты кинь в воду. Вообще, адреналин в голову ударил. Ну, и, в общем, нырнул, и так, по сути, это было очень глупое решение, потому что, рядом со скалами, и когда там еще прибивает, к ним это, и, в общем, суть в чем, нырнул раз, нырнул два, глубоко пипец, прям как в фильмах. И, последний раз, думал, все, нырнул, посмотрю, ныряю, и, слышу звук, прикинь, от мобильника, под водой. А музыка, там, мотивчик был прям, как в эти, хор, в церкви. Я, как это все тело, услышал, подумал, ну все, здравствуйте, я уже в одном мире. Нифига, смотрю, из-под камня свет такой. Чего, руку под камень, шти, просто всплываю, там прям, как герой из-под воды, держа там над собой этот мобильник. В итоге, мы его вскрыли, батарею вытащили, высушили, все замечательно. Отец так и не узнал, что он на дне океана побывал, озеро вернее даже. Ну нормально, в принципе. было, было, конечно, забавно. Так, ага, тем временем, у нас тут явно расширение владения. Слушай, как прогрессивно идут дела уже. У меня вот рука почему-то не поднималась, это все дело как-то вот так застроить, что ли. Так, объясни мне, что ты хочешь. Ты хочешь из песка здесь все это дело? Кстати, вот у меня 33 всякое, ой, нет, это мое. блин, у меня тут какая-то фобия, я порой звук выпускаю. Ну это бывает. Кирки. Ну вот теперь надо, знаешь, так, поднимайся. В принципе, если вот здесь тростник сядет, так, надо вот здесь туда поменять, что-то немного затупил. Так, я пойду пока еще добуду на всякий случай с десяток. Ну а что тут? Пустыня под рукой. Да, ну если понадобится, то на другого уже дома, если ты хочешь делать его на стекла, если. Ну это да. Я думаю, домик потом отдельно построим. Я видишь, я-то планировал еще пойти и найти город с жительными. Ну это, блин, мне кажется, будет очень даже далеко. Ну я просто все равно планировал, то есть пойти в путешествие такое отправиться рисковое. Ну ты знаешь, можно так организовать уже, как тебе объяснить, потом, после прохождения, например, игры. Можно. Потому что это опасно, это вот действительно, если взвесить все вот эти вот рамки, то это будет опасно. Вдруг ты останешься там на ночь и захочешь вернуться, то ты там вряд ли вернешься. Не, видишь, я так как планировал. Я прям думал, что соберу в огромный рюкзак всякой вкусности и прям далеко бросив этот домик отправлюсь. Но этот домик уже начинает мне приедаться. Приедаться. Да. Ну, в принципе, мы полдела выполнили. Ну, это для зачарования полдела. Осталось, короче, добыть, получается, алмаз, хотя бы, по-моему, один алмаз и обсидиана можно. У тебя случайно нет обсидиана? Обсидиана мне случайно нет. У меня вот единственная как бы отправная точка есть вот эта пещера, но она ведет максимум к углю и железу. Ну, тогда... Ну, то есть я уже обследовал ее. Можно ее, конечно, рыть. Тогда просто, знаешь, дедовским способом только надо много лесенок где-то... Так, сейчас посмотрим на каком глубине. Штук 64 лесенок и мы отправимся вниз и будем, уже, знаешь, выкапывать просто туннель такой в разные стороны. Это, кстати, действенно, потому что мы копаем как раз на уровне алмазов, то есть мы собираем и железо, и уголь, и редстоун, и золото, и в то время алмазы. То есть это куда лучше, чем вот так. Это, я тебе скажу, такой риск, потому что одно неловкое движение мы можем напороться на лаву. Знаешь, если же действовать аккуратно, то есть не спешить, а под себя мы копать никогда не будем, потому что мы будем уже прямо на дне практически, на днище земном. Морском, земном, да. И, как бы, мы считаем уже над минимумом, и нам ничего не страшно, кроме того, что сверху на нас лава польется. я сделал 54 лестницы. У меня 55-я в руках. Так, ой, блин, что это? давай я тебе покину. По одной, ну еще рехнуться по одной теньке, да? У тебя клавиатура сломается, 55 раз кликнуть. Беремки, кирки, желательно 2-3, чтобы уже как бы не возвращаться, там, как засесть, знаешь, уже добротно, только сейчас не вздумай падать. Может, динамит сообразить? Не, динамит на дартстоун, о, а, нет, он железный. То есть, опять же, с технической вот такой вот точки, если объяснять, как работает теперь Майнкрафт, то, если кто-то из нас умирает, происходит бан прямо в мире, то есть, вот этот мир, там прописывается нам бан, и мы не можем подключиться. Мы можем, в принципе, снять бан, но это не работает. Когда мы снова заходим, он нам автоматически выдает его обратно, потому что мы как умираем, мы мертвыми возрождаемся, по сути. Да, он, получается, выдает бан, и мы выходим с сервера уже мертвыми. То есть, мы не возродились. И вот только, ой, ну, молодец, встань на другой блок. Вот. Ага. Все. Я вот так уже, как прораб, буду сверху смотреть. Так. И это вот такая вот, это, в принципе, все встроено в обычный сервер. Там просто надо будет конфиг прописывать один. И все. В принципе, хватает. Подожди, они, там не шахта. Я думал, в шахту, в принципе, можно было бы застрять. У нас уже 33 высота. Так, не помню, я дверь закрыл, когда я из дома выходила, то мало ли. поднимись. В принципе, чё там бояться? Ты в железной броне, у тебя шансы умереть, это 49 на 51%, то есть в 49% ты не умрешь. Окей. Крипер, два или три крипера, они зайдут в дом и одновременно не взорвут тебя. Понятно, знаешь, мне особо засушку. Переживайте, блин! Я забыл. Давай. Забыл? Долбанный хрен! Прикинь, я настолько невнимательный, что я даже не заметил под своими ногами отсутствие лестницы. Блин, у меня два сердечка осталось, когда я упал. Хорошо, у меня регенерация пошла. Блин, нафиг. Я честно, я увлёкся, я так увлёкся, разговариваю и копаю. Я забыл про это. Ё-моё, я ещё спускаюсь в такой, и только когда начал уже лететь, понял, что спистица не хватает. Красава, вообще. Так, ладно. Главное, жив, блин, чудо меня спасло просто. Если бы я ещё на 2-3 блока вископнулся. Да, да ещё чуть-чуть и всё, the end. Ну, как the end? Ну, я бы продолжал. скитрить, да, мы могли бы скитрить, а допустим, мог бы зайти под другим логином, вот как один из вариантов, продолжить, но сами понимаете, это было бы нечестно по отношению к зрителю. Кстати, первые плоды шар. Ага, вижу redstone. Great. Так, я сейчас такой стою, смотри, я уже боюсь падать там. но я тоже посмотрел, ты так смотришь обречённо на меня сверху, ну, я что-то решил поставить лесенку. Отлично, о, да, 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 всё, можно, можно возвращаться обратно. Нет, не можно. Нет, не можно. Так, я хотел, знаешь, всё это время сделать карту, я, пожалуй, отправлюсь и сделаю правда карту. Всё, мы прямо на конце. Ага, вон, вижу. супер. Ну, карта это бесполезная в принципе штука, ну, хотя, указывает на твой дом, ну, смотря что. Кстати, знаешь, есть такой плагин на Майнкрафт, Race Minimap, он может выставлять точки определённые, то есть, вот, взял, поставил, например, waypoints на определённой координате, и он прям показывает в интерфейсе, где находится твой дом или же ещё что-то. Удобная штука. Ну, раньше, по-моему, у нас такая была фишка, с кому и особо не пользовались. Ну, вот, собственно, сейчас я, что я хотел это сделать, да, я хотел сделать карту. Ещё бы, дай бог, памяти как-то делается, хотя нет. Вот, честно говоря, я вот сам ей не пользовался и не помню, как она делается. Ну, и ладно, фиг с ней пока что, пока что фиг с ней. У меня просто барахло, надо всё это разгребать. Да хотя, с другой стороны, нафига это творческий беспорядок? Пусть всё лежит как лежит. Знаешь, как отмазка звучит? Да нафига это творческий беспорядок? И всё. Да-да-да, отмазка действительно так и есть. Это такая же тема, как у тебя с рабочим столом. Помнишь, как у тебя был засл? Да-да-да, я пока винду не перустановил, у меня 70% рабочего стола было забито всякими значками. Это просто рабочий стол, творческий беспорядок. Когда я, когда ты мне показывал точнее рабочий стол, там было куда больше, по-моему, там был весь засл. Да, но сейчас я более-менее стараюсь поддерживать порядок после установки, перестановки винды. Так, ну в принципе, вот мы уже, можно сказать, контрольная точка, мы начали копать вширь. И в принципе, на этом я, пожалуй, эту часть закончу. Вот. Так что, благодарю вас за просмотр. Надеюсь, вас заинтриговала теперь вот такая вот, такой формат. Ох, да, сразу железо, теперь это сон, класс. То есть, теперь мы играем с маус-пиком в хардкорном режиме. Это круто, это для меня, конечно, вообще зашибись. Да. Да, подписывайтесь на каналчик. Всем спасибо за просмотр и Таркетского. Всем пока, удачи всем.